Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Спасибо всем подписчикам на кошелёк Пандора, которые смотрят это, а также холдерам DJ Fifteen Token. У нас сегодня стрим, и мы, ребятушки, сегодня собираемся немного закупиться. Идём на шопинг, девчонки! Пришло время немного загрузиться альткоинами. По крайней мере, выставить ордера на покупку. По крайней мере, на некоторые альткоины. Как мы видим сейчас, доминация сейчас падает. А точнее, возвращается наверх, простите. Возвращается наверх. И мы просто обязаны сыграть на этом движении. Доминация у нас в ближайшее время должна подняться. И за это время у нас появится купить бесплатные дешёвые криптовалюты. Окей, давайте всё-таки посмотрим на коины. Начинаем мы сегодня с Матика. Вот такие вот вещи у нас творятся с Матиком. И если мы хотим прикупить его, 61.8 это то, где мы должны начать. Но если честно, я собираюсь купить на 78.6. Причина к этому, потому что, как видите, эта линия идеально сочетается с некоторым сопротивлением. И я даже уверен, что на этом уровне где-то... А, нет. Ничего нет. Окей. И да, мне нравится 61.8. Но давайте перетащим эту сетку сюда. И посмотрим, что тут. Точнее, 78.6. Я имел в виду это. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ещё подальше растянем. Да, это определённо проблема. Тут есть большая проблема, ребят. Причём очень серьёзно влияющая. 88.6. Эта штука, скорее всего, сюда вернётся. Так что да, как-то не особо интересно закупаться где-то, кроме... этого уровня. Только 88.6 на этом коине. А всё потому... Он вырос слишком быстро и слишком далеко. Из-за того, что это совсем новый коин. Он ходил по сторонам очень долгое время. Вот где он изначально был. И, как видите, он пытался взлететь. И удалось ему сделать только до этого уровня. И когда он пробился через эту точку, он начал, по сути, базироваться чуть выше этих других пампов, которые были ранее. И можно сказать, что это дало нам некоторую основу. Поэтому удивлён я не буду, если мы вернёмся прямо назад. До этой области. Потестируем её. Посмотрим, удержим ли мы её. И опять продолжим расти. Поэтому где-то на этом уровне я буду заинтересован в покупке Матика. Есть ли гарантии, что он вернётся прямо сюда вниз? Нет, конечно. Но я так же совершенно не хочу тратить свои деньги на этот... на слишком уж переоценённую монету. Потому что на самом деле у меня не так уж много денег на это. И я не хочу их лишний раз терять. Так что давайте так. Думаю, совсем низко покупать не стоит. Немного повыше цену. Чтобы купить немножечко повыше. Так, всё работает. В общем, с этим стоп-лоссом я куплю немного повыше. Конкретно эту монету. Окей, с этим вроде как закончили. И да, ребята, если вы пропустили это в онлайне, а смотрите уже после в записи, вы знаете, что только владельцы кошельков Пандоры получают доступ. А на этой неделе мы собираемся хорошо так закупиться со всеми владельцами кошелька Пандоры и токена DJ Fifteen. Ух, эта штука неплохо так вернулась. Окей. Думаю, это будет мой второй выбор на сегодня. И снова, к сожалению. Нам, к сожалению, придётся признать тот факт, что мы уже коснулись 78,6 и даже развернулись от неё. Знаете, я буду спокойно ждать, пока это опустится сюда. Да, снова такая же история. Я просто опять же не хочу тратить много денег. Лучше потрачу их где-нибудь внизу здесь. Буду спокойненько ждать этой цены. Когда она придёт ко мне. Придёт к папочке. В общем, да, здесь я буду покупать. И давайте посмотрим на луну. Уф. Жесть, как она упала-то всё. Просто всё поломалось. Полностью всё упало. И у меня на самом деле не так уж и много этого токена. На самом деле у меня его вообще нет. Как-то пропустил эту лодку. И сейчас собираюсь отыграться. Как видите... Уф. Прорыв. Вот, посмотрите, прямо сюда. Собирается уходить на ретест прямо сюда вниз. Брутальненько получается. Хорошо это явно не выглядит. Господи. Вау. Всё просто... Уходит на серьёзный ретест. Прямо вниз. А думаю, эта штука даже пробьёт 88,6. В общем, да, что есть, то есть. Окей, давайте переходить на HBR. Да, выглядит не так, как звучит. Из-за этого V-образного дна я поставить готов то, что этим каким-то образом манипулировали. Итак, я думаю, он удержит эту линию. А не вернётся сюда вниз. Но вполне вероятно, что он вернётся сюда. Ага. Думаю, добавлю его ещё немного в свои накопления. Откушу здесь кусочек. Где-то на этом уровне. Добавлю немножечко ещё. А знаете что? Загружусь-ка я ещё побольше. Да, определённо. Но уже на 60, 1,8. А точнее на 78,6. А точнее, 88,6. А на 80, 8,6 я загружусь побольше. Окей. Серьёзно, биткоин, тебе вот прямо нужно вот так вот ходить, да? Тебе вот оно прямо нужно, да? Господи. Да, это нехорошо. Это определённо нехорошо. Да, я вам говорил, ребята. Я просто знал, что мы вернёмся назад. Так что шортить здесь, это была определённо хорошая идея. Даже несмотря на то, что это не выглядит как что-то, куда стоило бы запрыгивать. Где-то здесь у нас позиция для входа. Да, определённо. Это была идеальная стратегия выигрыша, которую стоило применить в любом случае. Посмотрите. Вернулись до входной позиции, получили сердечный приступ, а затем бац, и мы почти что уцели. Просто гляньте на это. Это было очевидно, что так произойдёт. Эх, что ж делать-то? Вау. Ну, это всё. Если хотите как-то сторговать это... Ну, скоро здесь появится какой-то лонг, потому что ДНО он явно не пробьёт. Прямо сейчас. Потому что этот лонг может... В общем, да, нужно сначала дождаться, когда мы вернёмся куда-то сюда вниз. Уже тут решиться на лонг, и затем просто... Молиться Святой Деве Марии. Потому что всё может прорваться через эти уровни, и уже затем отскочить назад. Такие дела. Но отскок будет где-то здесь внизу. Но этот уровень внизу, он, скорее всего, не сможет пробить. По крайней мере, сейчас. Конечно, это грядёт, но сейчас уж слишком рано. Так что должен быть ещё один отскок. Может, не особо высокий. Где-то до 38 тысяч. И, возможно, потом у нас будет последняя соломинка. Просто помрём. 17 тысяч! Мы идём! Вау. Всё сейчас у нас абсолютно брутально. Извиняюсь за то, что прерываю вас посередине видео. А на, пожалуйста, перейдите на blogfi.com slash davincij15. Там вы сможете получить 250 долларов, а также 8,6% на вашей криптовалюте. Сможете торговать криптовалютой здесь, а также получить доступ к кредитной карте, с помощью которой вы сможете тратить свою криптовалюту. Ссылки в описании. Так, теперь у нас эфир. Нужно точно его проверить. Хотя я не хочу. Потому что сглупил. Я должен был получить прибыль на эфире. Прямо... Вот здесь, на 80. Потому что это было моей целью. Но я этого не сделал. И просто посмотрите на это. Он доведёт нас... Определённо доведёт нас до инфаркта. Просто раздавит... За эту оплошность. Ну вот, 61,8. Может быть, дойдёт до 61,8. И мы как раз зайдём, когда цена отскочит снова. И это позитивно. Хотя мы и опустимся досюда. Просто вау. Даже слов нет. На самом деле, ещё не поздно сейчас оставить эфир и уйти на биткоин. Прямо сейчас. Но знаете... Но знаете, мы определённо опоздали на распродажу. И уйти мы можем только вниз сейчас. Вот, посмотрите сами. Бум! Мы отскочили назад. Знаете что? Давайте посмотрим на числа Фибоначчи. Растянем сетку прямо отсюда до вершины. Мы дошли до 61,8 и затем упали. Так что мы вернёмся на 61,8, уже внизу, и отскочим. Итак, ДиДжиБи. ДиДжиБи, дела плохо, посмотри. Цена упала, помоги. Вау, если серьёзно, цена просто обвалилась с этой вершины. Посмотрите, этот коин не особо собирается идти выше. А когда он это сделает, можно будет запустить фейерверк. Ого, посмотрите. Здесь у нас серьёзное сопротивление внизу. Так что, давайте-ка купим немного ДиДжиБи. Хотя я, наверное, уже много слишком купил ДиДжиБи. Даже, даже и не знаю, стоит ли. Да, господи, сделаем как обычно. Стоило раньше это сделать, и я бы продал в два раза дороже. Знаете что? Побуду-ка я сегодня немного с крягой. Поставлю ближе к бит-цене. Когда опустимся досюда, создам ордер на покупку, закуплюсь, и потом уже со всем разберусь. Так, вроде всё готово. Теперь давайте посмотрим на Мейкер. Или по-другому Мейкер Дао. Давайте посмотрим, как у нас тут Мейкер поживает. Ого. Неплохо так он вырос. Мне не нравится, что здесь есть Ви внизу, поэтому надо посмотреть. Предположим, купим вот здесь. Посмотрите. Так, я бы сказал, что за хрень? Почему здесь ордер на покупку? Может, на другой бирже? А вот он. Отменяем. Да. И давайте передвинем ордер на покупку. Стоп-лимит. Ставим на 78,6. Сколько тут Мейкера получается? Так, почему не появился ордер на продажу? А, всё потому, что мы продали половину на повышение в два раза. И я не поставил следующий ордер на продажу. Ставим сюда. Так. Так, ордер на покупку. Опускаем ближе к биду. Вот и всё. Окей. Окей, не так уж и плохо. Жаловаться особо не на что. Хотя я и надеялся, что эта штука взлетит, как и другие альткоины. Но нет, странновато. Ну, может быть, тут что-то будет. Может быть, это значит, что для этой штуки настанет свой сезон альткоинов. Было бы очень хорошо, если бы это произошло в июле. А хотя, может быть, будет и позже. После того, как биткоин поднимется. Думаю, что тогда всё будет как попкорн взрываться. Запаситесь маслом. А где же искать масло? Думаю, можно сказать, что у нас тут уже самое дно. Не думаю, что опустится ещё ниже. Можем пробиться через это. Но даже это будет сложно. Можем упуститься досюда и потестить этот уровень. Но это тоже спорно. Да, думаю, здесь слишком много будут покупать на этом уровне. Так что, думаю, нам стоит поставить здесь ордер. Хотя, у меня и так много. Даже через чур. Да, у меня слишком много, поэтому я не буду покупать больше линка. Оставим как есть. Теперь Wi-Fi. 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 Опять же. У меня многовато, но если вы хотите взять... Цена почти добралась до 88,6. Очень вероятно, что она сюда и вернётся. Пойдёт на тесты, и только тогда можно будет ожидать значительный рост Wi-Fi. Теперь посмотрим на Binance Coin и Аду. И на сегодня закончим. Оу. Слишком высоко. Есть одна интересная вещь в этом Wi-Fi. То есть Binance Coin. Уровень, на котором мы обычно покупаем, то есть 61,8, тут почти не выражен. Даже не верится. А давайте-ка закинем сюда ордер на покупку. Думаю, стоит попробовать. Но знаете, я готов поспорить, что этот ордер не исполнится. Шансы на исполнение у него очень низки. В прошлом рыночном цикле у Binance Coin точно так же было. Но не нравится ему этот уровень в 61,8. Никогда к нему не возвращался. Окей, давайте сделаем еще один важный коин. А, да. Чего? Почему он все еще так высоко? Окей. Посмотрите, где 88,6. господи. Господи, посмотрите на все эти точки. На все ключевые уровни. Да, самое лучшее, что можно сделать здесь, это выставить на каждом ключевом уровне. Понемногу. Да, буду очень жадным. Здесь внизу. Полная, полная жадность. Окей, вот и все. Вы увидели, ребята, что я закупаю. Могли залететь прямо со мной все, кто смотрел это видео. Посмотрим, сработают ли эти ордера. Я также позже сделаю специальное видео для подписчиков кошелька Пандоры. Думаю, сегодня, но уже попозже. И если вы хотите его посмотреть, тогда вам нужно будет перейти по сути просто на сайт davincijfifteen.com. Можете подписаться и получите бесплатно кошелек Пандоры. А также получите доступ к моей группе в Телеграме, а также доступ к видео. И, в общем, да, на самом деле все довольно дешево сейчас. Биткоин упал, так что можете задуматься о покупке. Присоединяйтесь к нашей группе. Она особенно эффективна на таких распродажах. Так что вперед, подписывайтесь. Также сможете прямо в онлайне смотреть на наши трейды. И также присоединяться к моим трейдам на альткоинах. Потому что сейчас я собираюсь загружаться по полной. В общем, да, собираюсь прикупить парочку серьезных альткоинов. И также я собираюсь подобрать парочку альткоинов на OneInch, Uniswap и так далее. Так что это тоже не пропустите. А пропустите вы это, если вы не подписчик кошелька Пандоры. Еще раз, ребята, спасибо за просмотр. Увидимся с вами, ребята, завтра. Продолжение следует...